Сильно болит. Пока в лежачем состоянии. Пока еще так лежу, не болит. Переворачивать меня вообще больно. При любом движении кожа начинает гореть. Галина Белоусова старается лишний раз не шевелиться. Около месяца назад по телу пенсионерки пошли пятна, а позже и кожа начала слазить. Вот видите, уже начала трескаться. Вот до крови прямо все. Она вот кричит и ей больно все. И так по всему телу осматривают Галину Белоусову на дню по несколько раз ее дочь и соседки. Женщины и помоют, и еду приготовят, накормят. На днях к помощницам присоединятся соцработники. Говорят, соцработник должен приходить 2-3 раза в неделю на 2-3 часа. Со следующей недели, вот с этой недели. Ну не знаю. Ну вот с этой недели, да? То есть уже договорились, да? Да, приезжала уже девушка, да. Самостоятельно пенсионерка не может ничего сделать. Это марта. Красноярские врачи удалили опухоль на головном мозге. Сутки лежала в реанимации. Там же после операции за мной наблюдали. И мне подошли, сразу спросили, что руки шевелятся. Я попробовала. Нет, говорю, а нога тоже не двигается. Помочь женщине могла бы реабилитация. Из красноярской больницы Галину Белоусову медики отправили домой. Отдохнуть. А ближе к зиме ждали снова. На восстановление. Возможно, и паралич уйдет. Но из-за проблем с кожей на реабилитацию не берут. Вот мы даже не знаем. Герматолог как бы приезжал, лекарство, мазь выписал. А вот мажем, а никак не проходит. В Минздраве о случае Галины Белоусовой знают. Говорят, у нее проблемы с кожей были и раньше. Но после серьезной операции пошло обострение. Лечение, прописанное герматологом, помогает не сразу. Нужно время. Через две недели заверили в ведомстве. Состояние Галины Белоусовой обязательно проверят. И если будет хуже, примут меры. Сейчас главное не прекращать использование мазей. Я просто хочу пожить еще. Хоть немного. Артем Михалков, Григорий Сараев. Нота Бене. Субтитры создавал DimaTorzok